Ну что, у нас такая замечательная возможность пообщаться с победительницей пятого этапа серии Гран-при, который проходит в Москве, с Викторией Волчковой и ее тренером Олегом Васильевым. Ну, я, во-первых, конечно, с моей стороны поздравляю вас. Ну, я считаю, что это первый такой большой успех и для Вики, а, естественно, для вашего дуэта. Вот. И хотела спросить, наверное, такую вещь, что, Вика, что-то было особенное сегодня? Как ты себя настраивала? Вообще задача какая была? Предполагала, что вот сегодня будет такой день и все-таки сможешь занять первое место? Я не знаю, еще вчера у меня было такое настроение, даже сделав эту ошибку на флипе, и, упав с него, я все равно с таким удовольствием каталась. Мне хотелось доставить удовольствие и публике, и себе, и тренеру, и родителям, которые приехали на меня посмотреть. А сегодня я просто выходила и каталась. И не то, что ставила там цели, задачи выиграть этот турнир, конечно, хотелось, я его выиграла. Просто я ставила задачу хорошо откататься, в удовольствие и доставить удовольствие зрителям. То есть ты хочешь сказать, что наша русская публика тебе сегодня помогла настроиться и показать такое? Потому что я давно не видела у тебя такого проката, именно произвольной программы. Все привыкли, что короткую Вика шикарно катает, а произвольной... Да, тут получилось наоборот. Короткую я немножко завалила, она произвольно собралась. Да, очень помогла публика, и, конечно, тренировки, вот эти две недели, которые я готовила к этим соревнованиям, готовилась. И очень тяжелые две недели, я думаю, что они как раз сегодня помогли мне. Вика, ну давай еще попробуем, вот когда у тебя и вообще у кого созрело такое решение работать вместе? Кто вообще? Потому что, мне кажется, было, наверное, довольно-таки сложно решиться. Все-таки, я понимаю, Олег Васильев, олимпийский чемпион в парах на льду. У него замечательная пара, с которой он уже работает, как бы сейчас вообще просто все, что возможно, уже выиграли. Я имею в виду все этапы гран-при. Страшно было? Ну, вот расскажите мне. Я не знаю, я так, я еще после чемпионата Европы, у меня были мысли, я долго об этом думала. Естественно, я не в один день это решила, очень долго об этом думала. Вот, и было страшно просто уехать в Америку. Вот, как раз с Олегом мы очень нашли быстро общий язык, я думаю, что с первой тренировки, и мне с ним легко очень работать и очень нравится. Вот, а страшно было просто уехать в другую страну, без родителей, одной. Но сейчас уже привыкла, и мама ко мне приезжала, то есть уже прижилась, и очень мне нравится. Ну, Олег, я считаю, что действительно, то есть я так понимаю, что Вика подошла и спросила, можно я буду кататься у вас? Вы знаете, я уже, наверное, старый, я не помню, как это все сложилось. Если честно, то сложилось и сложилось хорошо. Видите, сегодня результат как бы показал, что действительно этот дуэт может работать, что результат может быть хорошим, и не только в короткой программе, но и в произвольной. И кататься можно и с удовольствием, с улыбкой на лице. Вот, поэтому, я думаю, неважно, кто первый подошел. Вика подошла, я подошел, кто-то сверху нам сказал. Но вот так сложилось, и работа идет хорошо. Может быть, не каждый день все гладко и легко, но результаты есть. И я думаю, что это только начало, поэтому у нас впереди 4 года до Олимпиады. Так что я думаю, что вы увидите еще много хороших побед. Правда, Вика? Да. Вика, ну ты говоришь, что было страшно ехать в Америку. Как вот сейчас? Ты нашлась там, как говорится, что есть ли? С кем ты общаешься вообще? Где живешь? Мне помогает то, что я живу в русской семье. Они эмигрировали 10 лет назад туда. И как бы я прихожу, когда вечером домой с тренировки, они спрашивают, как прошел день. То есть мы вместе ужинаем, вместе телевизор смотрим. То есть я не чувствую такого, ну как-то, что я в Америке. То есть я прихожу в русский дом, и мы говорим по-русски, русское телевидение. И вот это, конечно, очень помогает. Выходные мы с ребятами вместе проводим, когда там одна в магазин схожу в кино. То есть, в принципе, я сейчас нахожу такие мелочи и дела, которыми я могу заниматься, немножко отвлекаться и забыть о том, что я в Америке одна. То есть есть какие-то такие мелочи, которые помогают мне. Вика, еще у меня вот такой вопрос, как бы, наверное, часто тоже задавали, как бы, ну, чтобы телезрители нас послушали. Замечательная была съемка у тебя перед Олимпийскими играми в журнале GQ. Вообще понравилось? Собираешься продолжить такой, скажем, модельный бизнес? Вообще, что лучше бы, что интереснее делать? Вот кататься, выходить на лед или все-таки фотографироваться? Что легче, что больше понравилось? На самом деле там тоже было очень тяжело, потому что съемки проходили 8 часов, и это что-то было новое для меня. И в то же время очень интересно. То есть я думаю, что немножко помогло какие-то вещи там, очень помогли мне. Вот. И, ну, я думаю, что можно будет еще раз попробовать, а может быть и не раз. Ну, пока предложение не поступало? Нет, еще. Вот я думаю, что вот после сегодняшнего дня, после того, что ты сегодня совершила, как бы, я считаю, это прорыв просто был. Не знаю. Я думаю, что это, во-первых, тебе психологически, я думаю, что очень сильно поможет. Все-таки мы посмотрели, что ты это можешь сделать, и надеемся, что будешь теперь делать каждый раз. Да, действительно, это очень помогает, когда ты выигрываешь у соперниц, с которыми ты будешь соревноваться весь сезон, и как-то психологически легче, и какая-то уверенность появляется в себе. Вот. И вот я думаю, что мне это поможет в дальнейшем. Ну, давайте я еще, наверное, спрошу вас про программы. Вообще, чьи идеи-то были? Кто помогал? С программами у нас были сложности с самого начала сезона, потому что до второй половины июня было неясно, приедет Вика в Чикаго работать или не приедет. Были определенные сложности, чисто организационные, и поэтому никто не брал, так сказать, на себя ответственности по выбору хореографа, музыки, постановке программ и так далее. И, так сказать, когда мы решили, что все-таки мы будем работать, несмотря ни на что, ни на какие, может быть, сложности, может быть, непонимания со стороны руководства, мы приняли решение, что мы попросим Сашу Жулина, всем известного в прошлом фигуриста, ныне тренера и хореографа, мы попросим Сашу Жулина сделать программу. Саша помог нам и с короткой программой, и с произвольной. Очень, к сожалению, это было очень коротко, и поэтому то, что Саша сделал, мы, в принципе, на 80%, может, на 70% переделали сами, но как таковая идея, суть, это его программа, это его постановка, наша доделка. То есть это коллективное творчество, что, в принципе, приносит те самые результаты, хорошие результаты, удобное катание, хорошо выглядящую программу, и элементы, элементы, которые можно делать в этой программе, несмотря ни на что. Планы, если, Машенька, если ты хочешь спросить планы на следующий сезон, какие программы, не хочешь, мы пока не будем говорить об этом, да. Ну, хорошо, я еще раз вас поздравляю, надеюсь, действительно надеюсь, что все будет у вас, в вашей совместной работе все будет замечательно, увидим еще лучшее катание, как бы, не будем останавливаться на этом. Удачи вам в сезоне. Спасибо большое. Спасибо большое вам.